МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на прямой трансляции открытой тренировки Владимира Кличко и Александра Поветкина. В преддверии их боя, который состоится 5 октября, то есть в ближайшую субботу, в студии работают Илья Рябцев и Алексей Гусев, с автором проектов «Черный белый квадрат», его величество бокса, территория бокса. Здравствуйте, друзья! Итак, событие приближается, и наконец-то мы увидим этот бой. Бой двух, ну не знаю... Популярнейших тяжеловесов. Да, можно сказать, что подготовка к бою и сам бой выходит на финишную прямую, поскольку два мероприятия предшествуют самому бою. Это открытая тренировка, которую мы сегодня увидим, и взвешивание, которое состоится 4 октября, за день до самого боя. Ну, собственно, это ритуал любого большого боя, встреча двух боксеров для прессы, для публики, чтобы подготовиться вот к этому важному мероприятию. Да, подготовка к любому чемпионскому бою, как правило, это многоступенчатое мероприятие, состоящее из нескольких пресс-конференций. Мы помним, что в августе была первая пресс-конференция, предшествующая бою. Потом еще целый ряд мероприятий было. Но вот сейчас, как я уже сказал, мы выходим на финишную прямую. Итак, друзья, у нас пока нет четкого плана мероприятия, как оно будет проходить и сколько по времени. Поэтому, возможно, мы будем в прямом эфире час, а может быть даже и полтора часа. Также там будет брифинг Владимира Кличко. Он, видимо, ответит на очередные вопросы журналистов. Поэтому будем работать в студии и выходить на картинку, которая приходит к нам из клуба, фитнес-клуба, где, собственно, в районе Белорусской, где, собственно, и будет проходить эта открытая тренировка. Ну, кроме того, мне сказали, что есть шанс, не факт, что это произойдет, что специально для телеканала «Боец» на несколько вопросов ответит Александр Поветкин. Будем надеяться, что такая возможность будет реализована. Друзья, в 2008 году, как мы помним, должен был состояться этот бой. Но из-за травмы Александра Поветкина, а доказалось, уже все договоренности были у представителей и Кличко, и Поветкина, к сожалению, Саша не смог выйти на ринг, провести бой. И вот, наконец-то, этот бой состоится благодаря усилиям Андрея Рябинского и также довольно большого бизнеса, бизнес-сообщества. И интерес к этому бою проявляют не только, так сказать, любители бокса, но и первые лица государства. – Да, безусловно. Насколько мне известно, «Роснефть» прямое непосредственно участие приняла наша крупнейшая компания государственная в этом мероприятии. И, должен сказать, что матч будет транслироваться такими гигантами телеиндустрии, как американский канал HBO знаменитый, ну и, естественно, первый российский канал и целый ряд других каналов. То есть, интерес к бою, конечно, колоссален. Во всяком случае, могу смело сказать, что за всю историю, новейшую историю России и историю российского профессионального бокса ничего подобного даже близко не происходило. – Ну, наверное, надо сказать о том, что уже проведены опросы болельщиков и неболельщиков, как закончится поединок. Пока что лидирует Кличко, Владимир. – Да, соотношение, в общем и целом, колеблется в районе 70-30 в пользу Владимира. Следует, наверное, упомянуть ставки, которые предлагаются в букмекерских конторах. Они в соотношении сейчас находятся пяти, приблизительно к одному, опять-таки, в пользу Владимира. Ну, в общем-то, это понятно, поскольку Владимир, конечно, уже вписал свое имя в историю профессионального бокса. Он 22 раза, хочу напомнить, дрался в чемпионских боях, причем в 20 из этих боев он проиграл, то есть выиграл. И, мало того, в 16 последних боях подряд он в чемпионских боях одержал убедительные победы. Поэтому вполне резонно и, наверное, объяснимо, что ставки делаются в основном на него. Но лично мое мнение, что Александру Поветкину вполне по силам удивить скептиков и произнести, сотворить сенсацию. Ну, мы попозже об этом поговорим. Почему мы так считаем? Скажем лишь, что, конечно же, карьера, в карьере Владимира Кличко были встречи с такими серьезными боксерами, как Рэй Мерсер, Джамиль Маклайн, Фрэнс Бота, Кевин Брок, Чигаев, Хэй. У Саши поскромнее список. Четыре где-то, наверное, боксера, таких более-менее серьезных. Это Чамберс, Берт, Чигаев, Ларри Дональд тот же самый. Да, в этом смысле, конечно, послужной список Владимира Кличко производит более монументальное впечатление. И уровень его оппозиции без всякого сомнения выше. Но что такое статистика, что такое вот эти все букмекерские прикидки, голосования, это всего лишь цифры, это вздор, чепуха, ветер. На самом деле в ринге все решается по-другому. Когда люди смотрят друг к другу в глаза в глаза, и какие-то тонкие нюансы после первых же ударов показывают одному или другому бойцу, кто из них является хозяином в ринге. А статистика, она ровным счетом, как только бой начинается, ее можно смело отбрасывать на второй план, она ничего не значит. Итак, совсем недавно мы отпраздновали 20-летие Федерации профессионального бокса России. И, конечно же, вот этот бой, который состоится 5-го числа, мы еще скажем о поединках «Андеркарта», это такой довольно уже серьезный повод говорить о том, что бокс по ряду причин, по ряду причин, стихийных, не стихийных, какая разница, но профессиональный бокс в России набирает обороты. Учитывая то, что с появлением смешанных единоборств бокс, казалось бы, стал терять позиции, но, тем не менее, наличие таких личностей в ринге, как Лебедев, Поветкин, Пирог, Ковалев, Сергей Проводников, Руслан, который в Америке, тот же Градович Евгений, позволяет нам рассчитывать, что интерес к боксу будет непременно расти. Безусловно, это безусловно так. Ты не зря упомянул о 20-летии профессионального бокса именно в России. Дело в том, что, как уже отмечалось, не мы первые об этом говорим, именно российские боксеры потихоньку, незаметно, во всяком случае, в этом сезоне становятся основными такими хедлайнерами мирового профессионального бокса. Вспомним, какой фурор произвел бой Руслана Проводникова с Тимоти Брэдли. Какое грандиозное впечатление производит Сергей Ковалев. Он становится одним из... Его бренд, Сергей Ковалев, становится одним из главных брендов компании HBO. Итак, друзья, мы сейчас получаем картинку из клуба «Лодер» в Москве, где вот сейчас уже должна стартовать открытая тренировка. Я смотрю, что в ринге уже Александр Васильевич Зимин. Это, напомним вам, тренер Александр Поветкин, и вообще, как считают многие, безусловно, лучший тренер профессиональный за историю, непродолжительную 20-летнюю историю российского профессионального бокса. Во всяком случае, вот на 20-летие профессионального бокса именно Александр Васильевич Зимин был признан лучшим профессиональным тренером за текущие 20 лет. Вот Алексей Митрофанов у нас. Это звезда большой политики российской. Ну и будем... Камеры будет, видимо, выцеплять по отдельности присутствующих. Я думаю, что, конечно, интерес журналистов огромен к этому мероприятию. Не только, наверное, российские журналисты присутствуют в зале. На пресс-конференции, которая недавно прошла в Москве, и прошла она в довольно дружественной обстановке, очень корректной, были представители, там, Амири, значит, вот Кори Хисатаки, да, по-моему? Я, кстати говоря, хочу сказать, что мне особенно приятно видеть на сегодняшнем мероприятии Алексея Митрофанова. Объясню почему. Именно потому, что присутствие политиков такого масштаба, как Алексей Митрофанов, говорит о том, что бокс, наконец, в России начинает становиться тем, чем он является в Соединенных Штатах Америки, поскольку всякие крупные чемпионские бои, как мы знаем, преимущественно они проводятся в Лас-Вегасе, это такое событие, на которое собирается вся элита, не только шоу-бизнеса и спорта, но и политическая элита. Послушаем ведущего. ...десятилетие Кличко Поветки! Ну, а я напоминаю, что этот бой пройдет 5 октября в эту субботу в Москве, в спорткомплексе Олимпийский. Его посетят 14 тысяч любителей профессионального бокса, миллионы поклонников этого вида спорта, посмотрят телевизионную трансляцию на первом канале, либо на 20 других мировых телеканалах. И прежде чем я приглашу сюда боксеров, они уже готовятся, я хочу все-таки два слова сказать о том месте, где мы сегодня находимся. Сейчас должен появиться Александр Поветкин в ринг выйти. И несколько слов скажем о команде его. Дело в том, что последний год он тренировался усиленно с Костей Дзю, и были довольно хорошие результаты, изменения, какая-то новая энергия появилась у Саши. Ну вот, то ли в силу сверхосторожности Константин Борисович пропал с горизонта, то ли в силу занятости, и все-таки сейчас секундировать в ринге его будет Александр Васильевич Зимин, наш великий тренер. Ну, я должен сказать, что Константин Борисович Дзю просто человек, у которого большое количество интересов. По-видимому, как мне известно, он не сумел, то есть не захотел сосредотачиваться исключительно только на бои, то есть отбросив все остальные дела на бои в будущем Поветкин и Кличко. И именно поэтому менеджеры Александра решили вернуться к нашему мэтру, нашего тренерского цеха Александру Васильевичу Зимину. Итак, давайте вспомним, кто такой Александр Васильевич Зимин. Я считаю, что это великий русский тренер. Вспомним, что работал он с Юрием Арбачаковым, еще будучи в сборной СССР, вспомнил чемпионат 1989 года, где Юрий завоевал золотую медаль, но и затем отправился в Японию с рядом наших боксеров, среди которых был Арзубек, Назаров, Вячеслав Яновский, Белорусский и Киргиз. Также были Тарамов, Сибиев, чеченский боксер, Вячеслав Яковлев. Вячеслав Яковлев. Но, к сожалению, тяжеловесы наши там не удержались, уехали. Видимо, в Японии не очень хорошо дела обстоят с вниманием к тяжелому весу. Вот Юрий Арбачаков стал нашим первым чемпионом мира и несколько лет защищал титул. Да, безусловно, если бы даже Александр Васильевич Зимин тренировал только такого бойца, а это была мегазвезда профессионального ринга, как Юрий Арбачаков, он только по одному этому факту был бы мегазвездой тренерского цеха. Но Зимин тренировал не только Юрия Арбачакова, а еще Арзубека Назарова, который был также мегазвездой профессионального ринга в середине 90-х годов прошлого века. Ну, в общем, Александр Васильевич Зимин это величина, значение которой не подвергается никакому сомнению. Мы также вспомним, что Юрий Васильевич Зимин, Александр Васильевич Зимин работал и с Николаем Валуевым, то есть имеет отношение к завоеванию Николаем пояса чемпиона мира. Ну, он уже работал в финальной стадии карьера Николая Валуева. Должен сказать, что вот многие беспокоятся, честно говоря. Дело в том, что Александр Васильевич Зимин сменил Тедди Атласа на тренерском мостике Саши Поветкина, и именно под руководством Александра Васильевича Зимина так получилось, так сошли звезды. Саша провел, пожалуй, один из самых неудачных боев в своей карьере, я имею в виду бой с Марко Хуком. Итак, ждем выхода Александра Поветкина в ринг. Вот, Саша появляется. Давайте оценим его физическую форму. Когда ходят до нас слухи из лагеря Александра, сейчас он находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру. Посмотрим, насколько это соответствует действительности. Итак, вспомним, что у Саши была блестящая олимпийская карьера. является чемпионом мира, является чемпионом Европы, двукратным выигрывал чемпионат страны и также завоевал олимпийское золото. Ну, после того, как Александр на любительском ринге перешел из первого тяжелого веса в супертяжелый, он практически, буквально, его поражения исчисляются одно, два, максимум, три поражения. Я лично помню одно, это Алексея Лезину в Ульяновске перед чемпионатом, перед олимпийским игром в Афинах. Мазыкин он проиграл на чемпионате мира. это в Белфасте была история. Потом на играх доброй воли он отыгрался с лихвой, с удовольствием преимуществом выиграл. В чем особенность, Саша Поветкина, на твой взгляд? В чем, что заставляет людей верить в него, в его звезду, счастливую звезду? Ну, психотип, или, как говорят спортивные психологи, совершенно уникальный, мощнейший, очень сильный тип нервной системы. В переводе на общедоступный язык я хочу сказать, что Саша Поветкин это нечто особое, человек, которому мужество и способность терпеть присущие самой высшей степени. Именно это его главный козырь. Многие, с кем я говорил, кто сами выходили в ринг, в частности, вице-президент Федерации профессионального бокса Анатолий Михайлович Петров, говорили, что за всю свою жизнь в боксе, а Петров в боксе находится в той или иной качестве около 50 лет, он не встречал человека с такой мощнейшей таким градусом что ли мужества, такой силой характера, как Саша Поветкин. Да-да, 50 лет, поскольку, если брать всю карьеру, скажем, Анатолия Михайловича Петрова, то он как боксер был, начиная с юношеских лет и сейчас уже в качестве функционера. Ну, Анатолий Михайлович Петров это вице-президент Федерации профессионального бокса России, который, кстати, когда Саша закончил с олимпийским боксом, повлиял на то, чтобы, был одним из тех людей, кто повлиял на то, чтобы Саша, так сказать, появился на профессиональном ринге. Принял решение перейти в профессионал. Насколько мне известно, два человека самый решающий вклад в этом отношении внесли. Дело в том, что Саша после заявления олимпийского золота думал, продолжать ли ему по карьеру боксера или уйти в бизнес. Но именно вот отец, покойный отец Саши, Владимир Иванович Поветкин и Анатолий Михайлович Петров убедили Сашу продолжить заниматься боксами уже на профессиональном ринге. Был период у Саши непростой после смерти отца, когда, казалось, он устал от бокса и какой-то мотивации его не хватало. Вот Владимир Кличко внимательно следит за разминкой Александра. И сейчас, мне кажется, у Саши какой-то новый этап. Достаточно вдохновлен. Да, вот, кстати говоря, мы сегодня не раз и не два будем говорить о шансах, куда от этого деться. Мы уже говорили об этом. И вот один из факторов, который, мне кажется, не безинтересен и субъективен, я не хочу его никому навязывать, но вот мне кажется, что если карьера Александра в последний год после боя, скажем, с Марком Хуком развивается по восходящей, то, думается, после боя с Дэвидом Хэем и после смерти особенно Эммануэля Стюарта, которая явилась, как думается, сильным ударом для лагеря, для штаба К2, карьера Владимира Кличко не развивается, она в состоянии стагнации, на мой взгляд, находится. Ну да, бои с Мармэком, Томпсоном, Марьюшем Вахом, в общем, можно сказать, что это далеко не те соперники, которые соответствуют уровню великого Владимира. Ну, Томпсон, да, хороший боксер, но он уже для Владимира прочитанная книга, и поэтому я думаю, что это не тот соперник, который делает имя такому великому чемпиону, каким уже стал Владимир Кличко. В бою против Хасима Рахмана, по-моему, Саша выглядел, так сказать, не так атлетично, как сейчас. То есть, за какой-то период времени он набрал необходимую форму, главное, вес. Ну, не мудрено, поскольку сейчас была совершенно по-другому спланирована его подготовка Александра. Кроме Зимина, который является капитаном на капитанском мостике корабля Саши, его готовили, насколько мне известно, еще три специалиста. Специалист по физической подготовке, специалист по тактике и сбору информации. То есть, там серьезнейшая команда, диетолог работал с Сашей, то есть, там серьезнейшая команда, как никогда. Александр готовился, конечно, безусловно, к самому главному бою в своей жизни. Вот часто бой, будущий бой Саши Поветкина с Владимиром Кличко сравнивают с поединками знаменитого Игоря Яковлевича Высоцкого с Теофилом Стивенсом. Тоже Высоцкий, который был природным полутяжем, успешно выступал в супертяжелом весе. И вот, в частности, вспомним его две победы на легендарном Теофиле Стивенсоном. Вот, кстати, да. Я, кстати, не соглашусь, что Игорь Высоцкий был природным полутяжем. Он есть только по росту, а вообще-то он всегда выступал даже и по юношам в тяжеловесах, так что вполне был просто так называемое понятие есть маленький тяжеловес. маленький, но очень жесткий. Ну, вообще, сравнение это, на мой взгляд, натянуто, поскольку между этими боями лежит целая пропасть времени. И самое главное, любительский и профессиональный бокс, особенно тот любительский бокс, во что он превратился в последние 20 лет, это два разных вида спорта. Я в этом убежден. Кстати, Игорь Яковлевич Высоцкий как-то в интервью сказал, что Саша бы желательно подсушиться и иметь вес где-то в районе 90 килограмм. Но сейчас мы по-другому считаем, да, и после разговора и самим с Сашей все-таки его конституция подразумевает другую весовую оценку. Ну, это спорный вопрос, это вопрос к тренеру, который работает в данный момент с боксером. Дело в том, что с Тэдди Атласом я говорил, Тэдди Атлас хотел, чтобы Саша весил 98-99 килограмм. Например, полтора месяца назад мы, помнишь, говорили с Александром Васильевичем Зиминым, Зимин считает, что вес Александра должен колебаться в районе 102-102-104 килограмм. Это все относительно. Важен не сам вес, а насколько этот вес освоен. Внимательно изучают сейчас. О чем думает интересно сейчас Владимир Кличко, но боксер много искушений прошел, много соперников серьезных, поэтому, конечно, да, все повидал в ринге. Владимир, конечно, в его карьере были весьма, весьма сложные периоды, особенно, конечно, это 2005 год, когда после, когда в течение года, после сенсационного и разгромного поражения от Кори Сандерса вдруг через меньше, то есть, в течение года он проигрывает еще и Лаймана Брюстеру, мы еще поговорим об этом весьма странном поражении, которое оставляет множество вопросов. многие посчитали, что карьера Владимира повисла на волоске, но мы знаем, что именно уже к бою с Брюстером Владимира начал готовить Эммануэль Стюарт, и эта работа дала потрясающие клады, без спорта. После работы с Тэди Атласом, это была, с Тэди Атласом была высшая математика, Саша изучал огромное количество различных комбинаций новых тактических вариантов. Да, и для него это был такой настоящий стресс. Во-первых, человек, который довольно многосложен, я говорю о Тэди Атласе, такая манера его работы с боксером такая подавляющая, что ли, такой лидер, альфа-самец. И вот помню, как с Костей Дзю он работал, Костя вернул Сашу к таким простым вещам, как-то несколько раскрепостил его, и вот, кстати, в бою с Ахасимом Рахманом вдруг стали вылезать вот эти фишки, которые Тэди Атлас внедрил в сознание и в тело Саши. Пошли боковые, и, в частности, работа с Костей дала Саше такие уже легкие руки, хорошо выбрасывал он в переднюю руку, и главное, что начал работать сериями. Я в свое время сомневался в необходимости и вообще в сложности того, насколько переделывает бойца Тэди Атлас, и сомневался необходимости такой вот коренной перестройки, но поговорив с тем же Анатолием Михайловичем Петровым, который сказал подожди мне, то, что сделано с Тэди Атласом еще даст о себе знать. Это совершенно правда. В бою с Касимом Рахманом мы увидели, что уже избавившись, видимо, от давления такого, морального давления со стороны Тэди Атласа, вот эти вот наработки стали давать отличный результат. Как ты считаешь, Алексей, летят руки у Александрова? Я думаю, сейчас он всего показывать не будет, это вполне естественно, но все равно вот такое ощущение. Так легкие руки или нет? Ну, вижу, что у него довольно короткие удары стали по воздуху. Вот этот бой с тенью, да? Очень коротко стал работать. Ну, потому что мы видим, конечно, судить о реальной силе и готовности бойца совершенно невозможно. Это такой, я бы сказал, имиджевая акция, часть маркетинга боевого, но, тем не менее, традиция есть традиция. Как несколько валежно Владимир расположился, вот его тренер Джонатан Бэнкс, действующий боксер, который недавно выиграл с Этем Митчелла. Да, он провел два боя с Этем Митчеллом, которого считали одним из надежд и проспектов мирового бокса в супертяжелом весе и сбил, как говорится, надежды все с Этем Митчелла, нокаутировал в первом бою с Этем Митчелла, если не ошибаюсь, во втором или третьем раунде Джонатан Бэнкс. Но в матче реванша проиграл, но, насколько мне известно, проиграл Джонатан Бэнкс исключительно благодаря тому, что к четвертому раунду обе руки сломал. с Этем Митчелла, но именно он, в общем-то, опустил Сетта Митчелла, бывшего игрока в американский футбол, на землю, поскольку разгромное поражение потерпел от Криса Риолы в первом же раунде. Сет Митчелл теперь уже отправлен в третью, вторую десятку претендентов. Тот период работы, который был с Эмманолем Стюардом, конечно, дал многое Владимиру, Стюард поднял его правую руку, вспомнил, была большая проблема в защите у Владимира, и сейчас я даже не знаю, нужен ли ему специалист такого уровня, просто Владимир достаточно искушен. Ну, во всяком случае, Владимир говорил на пресс-конференции, что уровень Джоната Бэнкса на 150% его устраивает, и ничего менять он не хочет. Бэнкс прекрасно знает, и всю последние несколько лет варился в кухне великого Эммануэля Стюарта, поэтому к чему меня действительно столько много повидал в ринге Владимир, не имеет смысла. Так что можно понять такую точку зрения К2. Да, приход Андрея Рябинского на должность вице-президента Федерации Пенсионного бокса России, конечно, взорвал, взорвал мир боксерский, и Саша, конечно, сейчас это новый этап в его карьере, новые ожидания. Сейчас, видимо, мы увидим, как бьет Александр Поветко, опять-таки, не думаю, что он все будет показывать, но по недавнему интервью Дениса Лебедева, который уже, Саша находится в великолепной форме, как утверждал Денис, если бы вы видели, говорил он, как гнутся и стонут мешки под ударами Александра. Вот это мы сейчас попытаемся увидеть. Хотя, опять-таки, вряд ли все козыри будут выкладывать на стол Александр. Пока двойки бьет прямыми, добавляет боковой. бьет 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 по шутся бьет � derecho увелич , поч 害 Ну что скажешь, Алексей, как тебе? Субтитры сделал DimaTorzok Какие бесхитростные комбинации, Саша, бьется, условно сказать что-либо? Ну конечно, конечно. Никто, никто не будет показывать всего перед боем. Ничего не говорит Андрей Рябинский по поводу подробности контрактных обязательств боксеров. Неизвестно оговоренный в контрасте возможность реванша для того и другого бойца. Просачивались какие-то сведения о том, что в случае поражения Владимира Кличко обязательным претендентом на следующий бой Александра должен стать Виталий. Но это всего лишь слухи и сам Рябинский Андрей не подтвердил, посылаясь на конфиденциальный характер контракта. Андрей Рябинский сейчас проявляет еще интерес к одному боксеру. Это Сергей Ковалев, наш полутяж, старший чемпион мира. Боксер, который абсолютное большинство своих боев завершил досрочно. Весьма зрелищный. Вот, в частности, Андрей Рябинский готов предоставить возможность Сергею провести бой в Москве с Хопкинсом. Вообще Андрей Рябинский, как и Федерация профессионального бокса России, собирается собрать под своим, как говорится, крылом наиболее зрелищных и интересных бойцов российских. И сделать так, чтобы свои главные бои они проводили хотя бы, не то чтобы на территории России, но хотя бы почаще на территории России. Ну вот, Макинли поработал на лапах сейчас с Сашей Поветкиным. Это наставник Гильермо Джонса, если вы помните. Теперь работает с Сашей. Наверное, это идея Владимира Хренова, поскольку, насколько мне известно, он какое-то косвенное участие продолжает, несмотря на то, что Александр ушел от Владимира, но, тем не менее, Владимир Хренов продолжает косвенное участие принимать в подготовке Александра. Во всяком случае, консультации он дает Андрею Рябинскому. Вспомним, что один из наших боксеров, это был Султан Ибрагимов, в 2008 году провел уже бой с Владимиром Кличко. Ожидали большего от Султана. И он тоже жалеет, что не все пошло так, как он, может быть, хотел. Но, тем не менее, он считает, что он уверен, что Саша пройдет переднюю руку Владимира. Нет, не совсем так давал интервью Султан Ибрагимов. Это, насколько я помню, года три назад. Он утверждал, что неизвестно, конечно, как закончится бой между Поветкиным и Кличко, но нет сомнений в том, что, в отличие от самого Султана, Саша не будет сидеть на задней ноге и будет всеми силами рваться на дистанцию инфайтинга. И вряд ли можно будет его сдержать Владимира. Еще одно заявление сделал недавно президент Лиги украинского профессионального бокса Михаил Завьялов знаменитый. Он сказал, что Поветкин только победит, если будет в руках иметь бейсбольную биту. Ну, как говорят французы, на блесу ближе. При всем уважении к Николаю Михайловичу Завьялову. Положение обязывает, да, он представляет профессиональный бокс Украины. Вообще, как мы знаем, вообще украинцы весьма ревниво относятся к своим великим чемпионам, я имею в виду братьям Кличко, поэтому не мудрено, что он так вот сказал. Да и вообще, как мы уже говорили, конечно, нельзя скрывать, что большинство, конечно, ожидает победы Владимира Кличко. Но у нас другая точка зрения на это счет. Михаил Завьялов, это еще раз скажем, напомню, что это человек, который, ну, во-первых, возглавляет Лигу профессионального бокса Украины. В начале 90-х годов он стоял у истоков украинского бокса, тренировал национальную сборную Украины. Затем возглавил первый профессиональный клуб на Украине. Ну и сейчас... Если не ошибаюсь, он в советские годы работал в Магадане. Да, он именно является основателем. Недавно... Ну, не основателем там... Не, ну, дело в том, что он недавно отправился в 70-летний юбилей. Вот. И пришлось вспомнить о том, что он действительно является основателем, потому что были такие стихийные тренеры. А он именно как методист приехал в Магадан. Ну и вспомним, конечно, его успешную работу. И таких великих боксеров, как Лебзяк, Высоцкий, Рыбаков. Ну, и все-таки Гитман, да, был основателем Магаданской школы. Тренерская команда. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, сейчас вопросы, Саша. Давайте послушаем вопросы, ответы. Было сказано очень много. Но сейчас у вас есть возможность задать вопрос и самому Александру, и тренеру Александру Зимину. Да, задавайте вопрос. Только прошу, выключите музыку, чтобы мы слышали вопросы. Да, молодой человек, Вы подняли руку, хотели что-то спросить. Да, да, говорите. Все, понятно, вопрос понятен. Вы услышали, Александр, повторить? Как в последние вот сейчас, в эти дни, Вы взаимодействуете с миром? Потому что говорят, что Вы не очень любите вот такие крупные, масштабные мероприятия и не любите на них отвлекаться. Я занят подготовкой полностью, стараюсь не отвлекаться. Вот сегодня приехал, чтобы увидеться с Вами, чтобы провести маленькую такую тренировку, разминку. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Благодарю, что здесь собрались. Спасибо, да, вот я вижу микрофон. Красный задавайте. Так, друзья, да, задавайте вопрос свой. Какую музыку слушаете для вдохновения сейчас? Николай Емелин. Да, говорите. Наверное, все уже изобрели, просто дело в том, что надо еще суметь это сделать. А я наперед не буду ничего говорить. Итак, прошу, еще вопросы. Наверняка есть. Да, слушаю Вас. Так, подождите, Вы уже задавали. Итак, да, 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 спрашивайте. Я, честно, об этом и не слышал. Да, на эту ерунду не отвлекаюсь. Я просто готовлюсь к бою. Можно сказать что угодно. Можно сказать и эру, и закопаю, и еще что-нибудь. А как будет, будет известно 5 октября. Что-то с микрофоном какая-то проблема. Вы знаете, давление будет по-любому. Ну и, конечно, родные стены всегда помогают. С тренером нормально работается. Мы работаем, можно сказать, с Александром Васильевичем. Вместе в одной упряжке, можно сказать. И я считаю, все нормально. Сейчас, одну секунду. Вот, да, слушаю Вас. Если не сработает план АБЦ, пойдет ли Александр Поветкин в Абанк? Это будет... Вы все это увидите 5 октября. Я еще раз говорю, зачем лишние слова. Сейчас можно что угодно наговорить. Итак, прошу, есть ли еще вопросы? Да. Говорят, что вы подсушились сильно. Сколько вы сейчас весите? Наверное, килограмма 102. Но мы узнаем об этом в пятницу на взвешивании. Итак. Все, фото. Итак, закончился брифинг Саши Поветкина. Не все видят. Владимир Кричев, приглашает занять Александра и всю команду своим местам. К сожалению, не в порядке было со звуком. Не слышали мы всех вопросов. Мы остаемся только догадываться по ответам Александра, что именно его спрашивали. Так, последнее фото для прессы. Тот, кто знает Александра, прекрасно осведомлен о том, насколько неудобно, несколько дискомфортно ощущает себя Сашу на такого рода мероприятиях. Но не любит он работать на публике, не лучшим образом себя чувствует и на вопросы отвечает лаконично. И здесь боксеры представляют собой как бы два диаметрально противоположных типа. Насколько вот мы сейчас увидим, насколько раскован и свободен Владимир. Он любит внимание к себе, настолько же Саша сосредоточен и весь сосредоточен на подготовке. Итак, встречайте, суперчемпион WBA, обладатель чемпионских поясов по версии WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Владимир Кричко! Итак, Владимир Кричко сейчас появляется в ринге. С этим боксером связана целая эпоха в профессиональном боксе. Многие жалуются на то, что братья показывают не самый лучший, не самый зрелищный бокс, очень скупой такой. Но, тем не менее, надо отдать должное. Уже много-много лет это лучшие супертяжи планеты. Я не согласен с этими претензиями к Владимиру Кричко. На мой взгляд, профессиональный бокс – это не фигурное катание. Здесь не выставляют оценки за стиль. Здесь побеждает тот, кто остается на своих ногах. А если твоего соперника регулярно под руки уводят с ринга, значит, ты самый лучший боксер. Вот. Все очень просто. Ну, Владимир Кричко, действительно, одно перечисление его титулов занимает очень много места. Как говорили о российском императоре до революции. Там было такое впечатление его титулов, такая графа, что ли, и прочее, прочее, прочее. То же самое можно сказать о Владимире Кричко. Огромная армия поклонников у Владимира. Ну, не скажу по всему миру, но думаю, что в странах бывшего Советского Союза, на Украине. Хотя, надо сказать, что несмотря на ту самую войну, о которой ты говорил, между поклонниками Поветкина и поклонниками Кричко, есть в Украине и поклонники Саши. Мы можем в этом убедиться, прочитав различные форумы боксерские в интернете. Ну, я бы не назвал это войной, я бы сказал, назвал бы это ревностью. Такое ревнивое отношение к успехам друг друга. Это вполне естественно. И так же, как вполне естественно для такой молодой страны, какой является Украина, что успехи супертяжеловеса, который много лет удерживает титул чемпиона мира, это большой престиж для державы. И поэтому абсолютно понятно, почему Владимир Кричко является, наверное, и в этом убежден, самым популярным человеком на Украине. Да, и вообще бокс такой вид спорта, идеологически заряженный. Вспомним, при Сталине, да, у нас было, говорят, шахматы и бокс, еще прибавляют футбол, хотя, мне кажется, футбол несколько в ином реестре находится. Но все-таки вот шахматы и бокс были такими видами спорта, подчеркивающими могущество государства. Так всегда было и, наверное, так всегда будет, поскольку мы знаем это знаменитое выражение. В Соединенных Штатах чемпион мира по боксу в супертяжелом весе – это второй человек после президента. К сожалению, сейчас, или к счастью для нас, наверное, к счастью, в США нету суперклассных, на настоящий момент, чемпионов мира в супертяжелом весе, в отличие от стран бывшего Советского Союза. И это действительно так. Среди всех, наверное, спортсменов, боксеры, и особенно боксеры-тяжеловесы – это наиболее престижные атлеты. Ну, ты говоришь о стране, где всегда была высокая боксерская культура. Надо сказать, что сегодня, ну, не знаю, в России, на Украине высок ли уровень этой самой боксерской культуры? Мне кажется, он только еще в зачаточном состоянии находится. Ну, я не стал бы так уж принижать традиции нашего бокса. Давай вспомним о том, что кто, насколько мне известно, первым заслуженным мастером спорта Советского Союза стал Виктор Михайлов. Да, абсолютно чемпион. Да, и если в довоенном спорте советском, кто были самые популярные два спортсмена? Николай Королев. Николай Королев и Виктор Михайлов. Я думаю, они даже популярнее были, чем братья Старостины. И вообще всегда у нас, я помню времена своей молодости, юности, когда об Игоре Высоцком, победившем нокаутом самого Теофила Стивенсона, просто легенды рассказывали. То есть популярность всегда была грандиозная у боксеров, и особенно у боксеров-тяжеловесов. А вспомним 60-е годы, когда буквально наравне со звездами театра и кино в фотостудиях красовались фотографии боксеров. Бориса Никонорова, Виктора Агеева и целого ряда других. Виктор Агеев, президент Федерации специального бокса России, вот уже 20 с лишним лет. Наш величайший боксер, пожалуй, самый талантливый советский боксер, боксер, который начал работать в открытой стойке. Потом уже был Борис Кузнецов. Русский Рой Джонс, да. И он еще в самом начале, когда наши первые боксеры поехали в Америку, часто приезжал туда, помогал им, советам. Не зря Поветкин Саша называет его ботяней. Вот Алексей Митрофанов внимательно следит за ходом показательной тренировки Владимира Кличко. Так что, в общем, какая-то новая отсечка у нашего бокса, да, профессионального, украинского сейчас. Я сейчас смотрю, немножко уклонюсь в сторону, смотрю непосредственно на то, что делает в ринге Владимир Кличко. И не могу не восхищаться. В общем, это то, в чем я не сомневался. Наверное, никто в супертяжелом весе последних нескольких десятилетий так скрупулезно не подходил к своей физической форме, как Владимир. Но в идеальном состоянии он всегда подходит непосредственно к бою. Просто удивляешься, насколько освоен каждый килограмм веса, насколько сепарация мышц, вот очевидно. Буквально на волокна разделяется мышечная структура. То есть потрясающее, конечно, состояние тела у Владимира. Владимир, помимо того, что успешен на ринге, он и вне ринга проявляет себя великолепным образом, знает иностранные языки, снимается в кино. В общем, бизнес-проект «Братьев Кличко» удался. Да, вот тут недавно, в последние дни проскальзывала сумма, что состояние Владимира свыше 30 миллионов долларов. И я, например, рад за «Братьев Кличко», они заслуживают то, что получили. Они заслуживают это и как боксеры, и как бизнесмены. Конечно, действительно, буквально модельные характеристики у Владимира Кличко. Напомним, рост Владимира Кличко 198 сантиметров. Разные бывают. Я читал и 197, и 193. Да, но, насколько мне известно, все-таки 198 сантиметров рост Владимира Кличко. Это идеальный, на мой взгляд, рост для тяжеловеса. При этом он достаточно быстрый, легкий на ногах. И, как правило, вес Владимира колеблется от 108 до 111 килограмм. Не знаю, завтра, через два дня мы узнаем, какой именно вес к этому бою будет у Владимира. Два раза проходило на испытания, на силу удара. И один раз боковой удар. Балзамер у бокового удара левой рукой 400 килограмм. У страны, я думаю, больше. Например, у прямой правой 700 килограмм. Но это удивительно, поскольку, например, вспомнил, что у Санислава Степашкина, который выступал в полулегком весе, удар был 750 килограммов. Наш знаменитый русский танк, выступавший олимпийский чемпион. Недавно поставивший нас, кстати, к сожалению, ушел из жизни. Ушел из жизни, да. Я должен сказать, что, пускай эти цифры, как и любые другие цифры, в боксе есть реальность. Это бой. А цифры, они, как я уже говорил, ничего не значат. И в том числе цифры замеры силы удара. Да, у Степашкина, говорят, был удар с силой 750 килограмм. Насколько мне известно, существует три методики замера силы удара боксера. Есть методика замера конечного силы соприкосновения удара. Есть начального импульса удара. Непонятно, по какой методике миряют. Но все, кто встречался и с Владимиром Кличко, и с Александром Поветкиным, прекрасно понимают, что с ударами у этих ребят все в полном порядке. Еще главное нанести удар в момент, когда соперник не готов его принять. Тоже очень важно. Можно не обладать сильным ударом, но обладать хорошим таймингом и вовремя бить, вовремя наносить удар. Ты абсолютно прав. Я считаю, что это просто самое главное. Я считаю, что удар у боксера-профессионала, тем более у боксера-тяжеловеса, это такая метафизика, это сложная химия. Сила не имеет к удару никакого отношения. Имеет отношение своевременность, удар и координация движения. Насколько идеально оно у Владимира мы сейчас видим? По оригинальной методике он работает сейчас под разными углами. Красиво движется, да. Но опять-таки хочу сказать, что бокс, реальный бокс, это не фигурное катание. В общем, чувствует себя, как мы и предсказывали, как рыба в воде, Владимир, который любит, когда на него смотрят, любит внимание, когда внимание зрительного зала приковано к нему. А Саша Поветкин этого не любит. Но это нисколько не значит, что Александр Поветкин ничего не сможет показать в бою, поскольку Саша всегда захватывается стихией боя, и в бою его начинает что-то вести, и вот тогда уже мы видим совершенно другого бойца. Да, боксер, для которого очень важна мотивация. Да, вот Александр Поветкин, безусловно, из тех бойцов, которые редкой категории бойцов, для которого чем выше уровень соперника, чем опаснее соперник, тем лучше он боксирует. Берн Бёнте сейчас в ринге, менеджер Владимира Кричко. Очень упрямый переговорщик, оставивающий интересы своего подопечного. Ну вот, наконец-то, все проблемы решены, и я надеюсь, что 5-го числа, не дай бог, ничего не случится, все будет нормально, и мы увидим боксеров в ринге. Кроме того, будет андеркард, Руслан Чигаев выйдет в ринг, выйдет Рахим Чихкеев, несмотря на поражение от Лодарчика, вновь ему предоставили шанс, будет он драться с румынским боксером. Григорий Дрозд. И Гриша Дрозд выйдет, да, Григорий Дрозд, вернувшийся на профессиональный ринг, по своим личным там мотивам, неважно, но, тем не менее, вот, предоставили ему шанс. Излечившие руки, да, у него был перелом правой руки, насколько мне известно. Ну, теперь все в порядке, и мы увидим Гришу на ринге 5-го октября. Да, вот все-таки, конечно, не может не вызывать искреннего восхищения, вот, что боксер с такими громадными габаритами, настоящий большой парень, каковым является Владимир Кличко, так вот, настолько легок, и так быстро летят у него руки. Ну, вот и Джонатан Бэнкс в ринге, такая тренировка в движении, на лапах. Макинли, внимательно следит. С хитрым прищуром наблюдает за действиями Владимира. Ну, отрабатывает гонорар. Ну, в бою с Гильермо Джонсом, чтобы не говорили об этом бою, какова бы ни была его подоплека подлинная, получается так, что он этот гонорар отработал. Кстати, в конце сентября обещали обнародовать результаты вскрытия пробы Б у Гильермо Джонсом, но пока никаких сообщений на этот счет не последовало. Итак, спорткомплекс Олимпийский 5 октября. Ждем поклонников бокса или у телевизоров, или в Олимпийском, неважно. Огромная армия болельщиков бокса будет следить за поединком. Один бой в Олимпийском уже провел Виталий Кличко, вспомнил бой с Мануэлем Чаром. К сожалению, тогда весь зал заполнен не был. Ну, и Саша Поветкин на сутки, не изменяет память, тоже дрался в Олимпийском. Я должен сказать, что билеты на бой уже проданы, несмотря на то, что Андрей Рябинский сдержал свое слово, и часть билетов были достаточно дешевы, с демократической ценой, для того, чтобы максимально... Демократичной. Да, с демократичной ценой, для того, чтобы большинство любителей боксов могло присутствовать. Тем не менее, значительная часть билетов была весьма дорогой, но билеты так или иначе раскуплены. И легенда гласит, что на самом деле ни один билет по блату не прошел. Это не легенда. Все были проданы, билеты, в общем, бизнес-конструкция работает по полной программе. Это не легенда. Вспомним, мы несколько дней назад говорили с Анатолием Петровым, и Анатолий Петров, будучи вице-президентом Федерации профессионального бокса, сказал, что ему часто обращаются с просьбой достать билеты, как это прежде всегда было, контрамарочку для своих людей. Тем не менее, ни одной контрамарки, ни одного билета за просто так не было с самого начала на этот бой. Пусть не удивляются телезрители, мы сознательно не делаем никакого акцента на том, что происходит в ринге, поскольку это всего лишь выставка, показательное выступление, я бы даже сказал, ни в коем случае не открывающая карт боксера. 4 октября, напомню вам, что в Атриуме будет взвешивание, я думаю, что там будет настоящее столпотворение. Саша провел подготовку, как мы помним, больше месяца тренировался в Киргизии, в Осокогорье, на Иссыкуле, затем на озере Круглое. Где база сборной сейчас наша находится. А сколько мне известно, и Владимир тоже тренировался в условиях Высокогорье, в Австрии, в Альпах. Поэтому я думаю, что это старая традиция боксеров советской школы бокса. И Саша, и Владимир так или иначе, опосредственно, безусловно, относятся к советской школе бокса. Тем более, Александр Васильевич Зимин уже был сложившимся и классным тренером еще в советские времена. Поэтому эта традиция работать в Среднегорье и в Осокогорье, она абсолютно объяснима. Сейчас эта работа первым номером у Владимира отработает комбинация работы первым номером в ринге. Мы видим, что Бенса отступает и предлагает снаряд для того, чтобы нанес удар украинский Гулливер. Не такой уж он Гулливер, я еще раз говорю, он модельный тяжеловес, ему есть и побольше, но вот мне кажется, что данные Владимира, они как раз оптимальны. Вот часто задают вопрос, и он, на мой взгляд, чисто риторический. Как будет складываться бой, какой тактический план изберут боксеры? На мой взгляд, действительно, вопрос риторичен, поскольку еще до боя все абсолютно ясно в данном случае. Владимир будет стараться традиционно для себя работать с дистанцией, стараться безнаказанно расстреливать Сашу и не подпускать к себе, пользуясь ростом и длиной рук. Шанс Саши, который он, несомненно, попытается воплотить в жизнь, это прорваться в инфайтинг на дистанцию ближнего и среднего боя и оттуда нанести мощные такие... Серийные удары. Мощные удары с выходом, скорее всего, на боковой, слева и справа. Как, кстати говоря, нередко и делал Майк Тайсон. Соревноваться с Владимиром в работе с дистанцией прямыми ударами – это абсолютно бесперспективно. Один из рекламных слоганов этого боя, что встречаются два олимпийских чемпиона, но, скажем, что у Саши более такая планомерная была карьера боксера-олимпийца. Владимир не завоевал практически никаких высоких таких международных титулов, кроме титула олимпийского чемпиона, сменив сборное место, придя на место своего брата, который получил травму. Да, насколько мне известно, должен был Виталий ехать в Атланту, но он получил травму. И руководство украинской сборной решило повести 20-летнего тогда еще даже не совсем обстрелянного Владимира, который, ну, неожиданно для всех, для многих, но, наверное, не для руководителя украинского бокса, стал чемпионом олимпийских игр и мгновенно перешел в профессионала. Кстати говоря, об олимпийской карьере Александра Поветкина хочется вспомнить об одном очень важном поединке. Это был финальный бой чемпионата мира в Таиланде в 2003 году. Вспомним гиганта кубинского Педро Кориона. Длинорукий. 2 метра 3 сантиметра, кстати, росту Педро Кориона. И в каком-то смысле этот бой такой тоже своеобразный прототип будущего боя. Саша в упорной борьбе одолел Кориона. Кориона, по-моему, потом выбыл из сборной навсегда. Да, Саша сломал Кориона. Корион вначале пытался сдерживать Сашу и работать в дистанции, а потом, как говорится, среди боксеров повелся и вступил в обмен. А в обмен с Сашей лучше не вступать. Я думаю, что как раз Владимир Кличко сделает все возможное, чтобы в размены не идти. Небольшая пауза сейчас. Устанавливает силы и дыхание Владимир. Напомним, что после вот этого сейва, да, я думаю, что будет брифинг, где Владимир зададут вопрос. Ну а дальше мы посмотрим, сколько еще будет длиться эта открытая тренировка. По крайней мере, мы с вами в прямом эфире на канале «Боец» до конца находимся. В клубе «Лодер», в фитнес-клубе «Лодер», где проходит сейчас презентация боя будущего 5 октября. Если говорить о стилях Александра и Владимира, то выскажу свою точку зрения, я предсознательно ее огрублю. Мне кажется, что если Владимир в основном перебоксирует своих соперников, впоследствии нанося завершающий удар, то стиль Саши можно одним словом охарактеризовать – сломать. Его главная задача, и всегда он это делал, это прорыв на ближнюю дистанцию, и в этой дистанции он успешно ломал практически всех своих оппонентов. Ну, за исключением, наверное, одного случая – это неудачный бой, в целом неудачный бой с Марко Хуком. Но там у этого неудачный бой свои причины. Мы говорили с Алексеем, с Александром Васильевичем Зиминым, и я думаю, это уже не секрет, и Александр Васильевичем Зимин убежден, что чем-то был намазан Марко Хук, и после четвертого раунда это привело к тому, что полностью перестал дышать Саша, и удивительно, как он вообще сумел достоять до конца в этом бою. Мало того, и кто бы что ни говорил, я считал с карандашом, потом еще звонил Александру Степановичу Калинкину, и я убежден, что это твой бой с трудом, но Саша выиграл. Вот ты говоришь, что Саша идет ломать противника. Любимое слово покойного Владимира Ивановича Поветкина. Я с Сашей общался и снимал его с 2000 года. Еще фильм снял о нем первый, когда он был чемпионом по кикбоксингу на Кипре. Выиграл англичанина Тернера. И Владимир Иванович вот как раз и говорил, мы сломаем, мы поломаем. И, в общем, Саша, конечно, полностью соответствует модели вот этого боксера, который выходит и рвет, как говорил Владимир Иванович Поветкина. И вообще нужно сказать, что Саша сам родом с Курска, отец его возглавлял федерацию бокса и кикбоксинга Курской области. У Саши огромное количество поклонников на Курской земле. Они постоянно курсируют за Сашей, будь то бой в Германии или где-либо еще. Во время его любительской карьеры всегда приезжали, поддерживали такие люди, как замечательный человек Курянин Виктор Орехов, близкий друг Саши, который всегда переживает за Сашу, всегда болеет за него. В общем, как к ребенку своему родному относится. Каждый нюанс знает его биографии. В общем, прекрасно, что у Саши есть группа поддержки. Я думаю, что группа поддержки гораздо больше, чем мы думаем, у Саши. И часто, читая в интернете посты, которые не лишены хамства со стороны, в том числе и наших поклонников бокса, вдруг прорываются какие-то даже люди из Финляндии, из Германии или из Сербии, которые говорят, мы не понимаем, ребята, как можно так относиться к своему боксеру. Это, говорит, мой любимый боксер. Вот недавно серп один написал. Это мой любимый боксер по веткам. Цените, россияне, что у вас есть такой парень. Это тем более удивительно, что ты давно знаешь Александра. Я лично знаком с Александром. Это один из самых таких прямых, честных людей, которых я встречал в своей жизни. Он может вызывать только восхищение и уважение, ничего больше. Владимир Кличко человек, который тоже, конечно, вызывает глубокое уважение, но он такого космополитического типа человек. Он, конечно же, и украинский спортсмен, и гражданин Украины, но при этом он уже давно европеец. Насколько мне известно, у него недвижимости в Соединенных Штатах есть. Ну, это не в укор, а напротив. Человек с высокой степенью адаптации к жизни. Это делает ему честь. Отличная работа ног демонстрирует Владимир. Да, более богатая программа, чем у Саши, у Владимира. Ну, как я уже сказал, это ровным счетом ничего не значит. Кроме того, что Владимир больше любит работать на публике. Да, приятно, конечно, Владимира видеть в Москве. Я был на пресс-конференции с тобой, Илья. Попытались мы задать жесткие вопросы, но учитывая то, что все проходило очень корректно, пришлось отказаться от ряда довольно острых вопросов, которые мы хотели задать Владимиру. Но, тем не менее, вы сами понимаете, да, о чем идет речь. Нет, мы безусловным уважением относимся, безоговорочным уважением к Владимиру. Это не только прекрасный боксер, но и великолепно воспитанный, корректный человек. В отличие от многих наших болельщиков и болельщиков с Украины, он очень уважительно относится к Александру. И вообще очень приятно, что и тот, и другой боец, но для Саши это вообще свойственно, не делать шерковещательных шапкозакидательских заявлений. Оба бойца с уважением и, я бы сказал, с пиететом относятся друг к другу. И так, конечно, историю с выносом макета Саши, с синяком под глазом, я думаю, что нелепая такая была ситуация. Я думаю, что Владимир ознакомился с этой целью и задачей вынести этот макет только во время, собственно, пресс-конференции в Германии, да, куда Саша не приехал. Не, мне кажется, тут другая история была. Дело в том, что Владимир Кличко, как защищенный, проадвокатируя его, наверное, он настолько утомился от безобразных выходок Дэвида Хэя, это как раз происходило приблизительно в это время, что невольно заразился вот этой глупостью. И я думаю, он сейчас сам сожалеет, вот это сделал. Потом, когда, помнишь, на пресс-конференции спросили Сашу, как он к этому относится, Саша, как говорится, даже бровью не повел, он сказал что-нибудь, не реагирует, и это никак не повлияло на его уважительное отношение к Владимиру. Так, музыка закончилась, нет? Сейчас Сергей Завилейский присутствует там в зале, главный редактор канала «Боец» и руководитель сайта allboxing.ru. Самый крупный сайт в Европе, посвященный боксу и единоборствам смешанным. Я думаю, что поклонники бокса, которые заходят на этот ресурс, сейчас тоже смотрят нашу трансляцию. Очень много грамотных ребят на этом сайте, которые пишут критические статьи, заметки на форумах. Ну все, очень хорошо размялся Владимир. Итак, напоминаю вам, что мы смотрим прямую трансляцию открытой тренировки Владимира Кличко и Александра Поветкина в клубе «Лодер» в преддверии их боя, который состоится в эту субботу, 5 октября, в форкомплексе «Олимпийский». Ну что ж, бойцы показали, что они оба находятся, по всей видимости, в прекрасной форме. Владимир привычно. Саша был в майке, но под майкой я увидел груду мышц. И действительно, по всей видимости, в великолепной форме находится Александр. Мне кажется, правильный, кстати, зал. Достаточно компактный, создает ощущение острого интереса. Итак, Владимир Кличко появляется вновь в зале, для того, чтобы ответить на вопросы журналистов и поклонников БОЦа. Итак, дамы и господа, я прошу, задавайте вопросы. Да. Дмитрий Занин, Россия-2. Владимир, сразу два вопроса вам. Первый. Глядя на вашу подготовку, на ваше поведение сегодня, на пресс-конференции, на ваше поведение, кажется, что для вас это совершенно обычный бой. Вы пытаетесь, как бы, всем видом показать, что на самом деле это главный бой десятилетия, но на самом деле все равно со стороны кажется, что для вас этот бой совершенно заурядный. Так ли это? И второй вопрос. Давайте сразу встык задам. По поводу Александра Поветкина. Вы очень опытный боксер, бессмысленно с этим спорить. И у вас за плечами очень богатые истории, в том числе, опять же, богатый опыт. Вы всегда тренируетесь в одних и тех же условиях, в одних и тех же местах, как правило, с одним и тем же тренером. Возможно, даже программа, в принципе, местами похожая. Вот. У Саши за последние пять боев было четыре разных тренера. На ваш взгляд, является ли это одним из ключевых минусов Саши в предстоящем бою? Во-первых, добрый вечер. Уже почти вечер. Добрый вечер, Москва, Россия. Я очень рад, что я здесь, в Москве, нахожусь не просто, как обычно, гостем или по работе, а как спортсмен, который будет отстаивать свои титулы, который объединял и завоевал в последних 63 поединках. Это, по-моему, также и ответ, почему или как часто я это делал, как часто я подготавливался, в каких местах я был. Это мой 63 поединок, и он проходит в Москве. Виталий в прошлом году здесь проводил свой поединок против Манула Чара. Вы знаете, у меня затаилось такое желание, и мечта была бы неплохо, чтобы провести поединок в Москве. И, наконец-то, моя мечта выключается в жизнь. В субботу, 5 декабря, мы все встретимся или у кранов телевизоров, или же в спорткомплексе Олимпийский. Я буду рад каждому. В России себя чужими я никогда не чувствовал. Буду рад каждому в зале, кто будет болеть за Поветкина, кто будет болеть за Кличко. Это будет вечер спорта. Я уже об этом также говорил. Два Олимпийских чемпиона встречаются друг с другом в профессиональном ринге. Такое встречается нечасто. Опять же, Олимпийских чемпионов в одной весовой категории. То, что касается подготовок, я уже ответил на этот вопрос. Количество было их большое, и я знаю, что у Александра Поветкина новые люди в лагере. Я его хочу поздравить с хорошим тренером Стэнси Макинзи. И также с его, я думаю, в роли менеджера на рига выступает Ивайло Готцев. Ивайло Готцев зовут его. Поздравляю его с новыми членами его команды. Желаю, конечно, ему удачи в поединке. И, конечно же, все, кто будет присутствовать в арене, я вас уверяю, что это будет незабываемый поединок. Как всегда, дипломатичен, Владимир. Никита Яхненко, CTFM. Владимир, рады вас видеть, во-первых. Очень много у вас болельщиков в России. И сегодня в «Доктор Лондор» пришли многие люди, чтобы посмотреть на вас и поболеть за вас. Что бы могли пожелать, в принципе, всем любителям бокса, может быть, российским, и тренером нашим, чтобы вырастить тоже чемпионов. Я также хочу воспользоваться возможностями и поблагодарить организаторов этого поединка, поскольку это действительно будет вечер спорта. И самое главное, одной из самых замечательных вещей, в этот вечер выиграют поклонники спорта. Каждый будет болеть за своего спортсмена, но выиграют ребята, ребята, которые будут смотреть наверняка у кранов телевизоров или будут присутствовать в арене, это будет для них мотивация заниматься не бездельничеством, а поставить себе новые цели в жизни, новые цели в спорте, в учебе, в чем угодно. Поэтому я считаю, что каждый, кто будет присутствовать в арене, как я уже сказал, получит огромное удовольствие от просмотренного. Я думаю, что таких вечеров и шоу еще не было в Москве. Я этого ожидаю, по крайней мере. И, как я уже сказал, подростки, которые будут наблюдать уже по всей России, не только лишь России и Украине, и по всему миру. Мы знаем, что этот поединок здесь из Москвы будет расслироваться более 150 стран мира. Поэтому выиграй спорт в любом случае. Владимир, Life News и Известия. При всем уважении к вам вопрос не очень приятный. Что должно произойти, чтобы ваш брат Виталий вернулся вновь на ринг? То есть вы должны потерпеть поражение по очкам или русский Витязь должен нокаутировать вас? То, что касается Виталия, это вопросы к Виталию. На данном этапе это пресс-конференция или открытая тренировка пресс-конференция посвящена поединку Павет-Ингличко. Но поверьте мне, что я сделаю все для победы. Я приехал в Москву, как я уже сказал, как спортсмен, как чемпион мира. И моя задача всегда находилась одной. Являлась одной. Это выиграть во что бы то ни стало. Что я сделал 5 октября? Извините также за ответ. Владимир, вы показали русский пресс как очень и как очень милый, как очень крепкий, как очень мобильный и быстрый. И вы были в этих сценах все вокруг мира. Как вы испытываете этот пресс-конференция пресс-конференция в кемпе вашего оппонента? Сегодня вы показали себя как спортсмен, очень подвижный, очень энергичный. Но наряду с этим вы наблюдали и за тем, как дерется ваш оппонент. Возможно, вы могли бы высказаться и поделиться вашими впечатлениями на этот отчет. Как вы нашли сегодняшнее выступление вашего оппонента и его команды? Один вопрос. Я ответил в русском и продолжил в английском. бывший тренер Майка Тайсона Стэнси Маккинзи сделал все возможное для того, чтобы сделать из Александра Поветкина схожего с Майком Тайсоном боксера. Я знаю, что Александр тоже большой поклонник, судя по его стилю. Я с ним на эту тему общался, но судя по его стилю, он большой поклонник Майка Тайсона. И некоторые удары, некоторые движения также наблюдались в его прошлых поединках. Все, что мне нужно было увидеть, я увидел. Я думаю, мы все увидели. Все было на лицо. И дождемся уже 5 октября. Я был здесь на ринг-сайт и я был обсужден проработок Александра Поветкина. И, конечно, он не показывал много. Он, наверное, имеет свой план. И он хочет мне какие-то сюрпризы. И я думаю, Стэнси Макинзи, the former coach of Mike Tyson, tried to do anything possible to make Александр Поветкин look like Mike Tyson, punch like Mike Tyson. I think it's kind of difficult to get it overnight or in the past couple of weeks. But I think that Александр also has been a fan of Mike Tyson because I've been watching his fights and he's trying to do the same movements. And with his style and his size and his length of arms, I think that's the style that is good for him, especially in this fight. But we'll see how it's gonna be on Saturday night. more than than I think that's what I'm going to do. I think that's what I'm going to do. с вашей стороны, в первую очередь, недипломатично, скажем, завершать бой слишком рано, там, в первых пяти раундах, возможно, дотянуть соперника до финальных раундов, если вдруг вы будете чувствовать свое превосходство, то вы целенаправленно не будете его нокаутировать очень рано, ну, потому что это будет, наверное, некрасиво на глазах у всей публики, которая придет за него болеть, и, в общем-то, героя страны, в которой вы сейчас будете выступать. Так ли это? И насколько вы держите это в уме, что, наверное, будет некрасиво, если там в первых трех раундах все закончится вашей победой? Вы несколько некорректны в своем вопросе. Почему? Потому что Александра Поветкина нельзя недооценивать. Чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион по любителям, чемпион мира, по профессионалам. Ни одного поединка в профессиональном ринге он не проиграл, ни один раз он не был в нокдауне, ни один раз Александра Поветкина не отчитывали, и во всех своих поединках он доминировал. Поэтому я думаю, что ночь будет сложной для тех, кто находится в ринге. Как для Александра, так и для меня. У каждого спортсмена свои шансы, и каждый будет использовать эти шансы и пытаться использовать эти шансы. Я отношусь с уважением к Александру и к его успехам. Конечно же, переоценивать я так же его не буду. Я сделаю, как я уже сказал, все возможное для победы. Но еще раз, я здесь прогнозы заранее стопроцентные делать нельзя. У каждого спортсмена есть свой шанс. Как этот шанс будет использован, мы увидим 5 октября. Поэтому спорт, особенности бокс, когда смотришь вживую или в прямом эфире, всегда интригует, поскольку есть свой фаворит, но никогда не знаешь, чем закончится поединок. И когда, и как. Спасибо. Молодец, Владимир. Конечно. Не надо его избрать. Генеральному секретарю Моу. Владимир, добрый вечер. Газета «Собеседник». Меня зовут Лена Мельчиновская. Во-первых, хочу пожелать вам удачи на предстоящий бой. Спасибо за тренировку. Очень артистично. Мне даже показалось, что вы танцевали, а не тренировались. Так было ритмично, под музыку. И такой вопрос. Как вы собираетесь провести последние 24 часа перед боем? 63 раза я уже проводил поединки. И, как обычно, перед поединком нужно хорошо поспать, набраться сил, сконцентрироваться. Ну, а все остальное уже можно будет увидеть в ринге. Я знаю, что это последний вопрос был. Я хотел бы поблагодарить прессу и всех, кто здесь присутствует, за ваше внимание. Внимание для обоих спортсменов. Пожелать вам хорошего вечера. И увидимся 5 октября в Олимпийском. Спасибо. Володя, еще один вопрос от владельцев клуба. Как вам площадка? И насколько здесь спортивный дух? Помогали вам подготовки на этой тренировке? Дух спортивный. Он чувствуется. Я не так много видел. Но я видел уже хозяина фитнес-клуба. Добрый день. И я же подавал руку и думал, что вы меня не сломали. Хозяин выглядит достойно. Естественно, в хорошей форме я имею в виду. Ну и вам от нас тогда еще подарок такой небольшой. Ничего себе. Можно с тобой вечер взять. На вечер 5 октября взяться. Спасибо. Но это ручная работа, защищена от подделок. Ну, Россия, как и Украина, всегда ставилась богатырями. Поэтому как такой символ силы духа, силы воли к победе в спорте. Поэтому... Символ российско-украинской дружбы. А? А, еще шлем. Саша у нас просто еще играет в американский футбол. Поэтому без шлема давай тогда. Что за намеки какие-то? Фотографии на память для американской команды. Шлем. Окей. Давай. Да, на веселой ноте заканчивается открытая тренировка Поветкина и Кличко. Поветкина и Кличко. Поветкина и Кличко. Не совсем я понял юмора, но тем не менее... Меня восхитили, честно, без всякой иронии говорю. Ответы Владимира. Но насколько человек уже, что называется, умеет общаться с аудиторией, говорит, ты абсолютно корректные вещи, с большим уважением к своему сопернику. Откровенно восхищаюсь, без всякой иронии. Я бы порекомендовал, если позволено будет, в Украине готовый министр иностранных дел. Мы благодарим всех, кто сегодня был с нами в прямом эфире. Итак, 5 октября состоится бой между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Билеты уже, кто хотел, купил. Скажем о том, что, как вы понимаете, бой будет непростой. Какие аргументы у каждого боксера? Сложно сказать. Это будет живое шоу с настоящими ударами. Владимир уже падал в ринге три раза. Александр падал один раз в своей карьере только на любительском ринге. Илья Тимурзиева, по-моему, потом он закончил этот бой досрочно. Да, я не помню больше. Будут ли падения в этом бою, я не знаю. Но я думаю, что само событие, которое нас ждет, это, конечно, событие высокого класса. И мы все с нетерпением будем ждать. Скажем, что 4-го числа в Атриуме пройдет взвешивание двух боксеров. Так что, дорогие друзья, приходите. Ну и болейте за Сашу Поветкина. Я обращаюсь к россиянам. Поддержите русского Витязя. В студии работали Илья Рябцев и Алексей Гусев. Прощайся, Илья. Всего вам доброго, друзья. Как всегда, наше традиционное прощение. Наслаждайтесь сладкой наукой профессионального бокса. И при любых обстоятельствах не забывайте защищать себя. В эфире была открытая тренировка Владимира Кличко и Александра Поветкина на телеканале «Боец». До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин